приветствую дорогие друзья на связи с вами лек антонов и его компания сегодня у нас интересный мастер-класс покажем вам как наносим как мы назвали не важно в общем под папирус под кожу кто-то под папирус называет это кто по-разному суть другая прежде чем наносить этот материал мы его за стенку хорошенько загрунтовали сделали там такую интересную микс взяли грунтовку стандартно там что там было может назовем его там в общем стандартный грунтов добавили туда клей пва добавили закраску вот и получили такую авторскую грунтовку зачем нужна была такая крепость для того чтобы наш материал не забирал стена не забирала влагу вот это у нас наша дизайнерская штукатурочка поклевочка кому нравится эко-кристалл мы ее отколеровали добавили водички она была такая более-менее и что здесь такая примечательная вот мы положили ему как средиземноморская штукатурочка и потом выбрали толщину если можем уложить средиземноморскую значит можно уже достаточно толщина для и для того чтобы мы мне достаточно материала теперь чтобы была одинаковая толщина я нам делаю вот такой еще маневр это такую легкую византийку взятая ребята делают они там накатывает валиками а да значит процесс значит берем пленка ну пленка но защитная пленка маляр отмеряем размерчик вот такой размер чтобы она была запасом где-то по сантиметров 10 с каждого края по той причине что волшебный ножик то когда мы будем наносить материаль ну вернее пленку она должна быть у нас запасом чтобы мы могли вот такой рисунок моделировать покажи вот такой рисунок моделировать чтобы был запас второй маневр распускаем нашу пленку прикладываем верхушка и что у нас костик дай мне пластиковый шпателек еще один из помощник это пластиковый шпатель по-вановски 1 миллиметр толщина пусть он достаточно и что мы положили нашу пленку или нас наши клише то есть не натягиваем а специально оставляем с такими запасами мы когда мы уже ее как моделировать чтобы у нас был запас хода пленочки поэтому не обращайте пока внимание на вот эти пузыречки они со временем вам покажу как они убираются если например у нас остаются вот такие пузыречки дать то большая стенка понятного его то что взяли жалом и этот пузыречек выпустим все у вас остается шикарный клише от пленочки что еще какой принцип еще там есть оставляем его на наш макет с пленкой с модельной массой на пару часов вот мы приехали во сколько это было меня к 11 сюда пускай там и там загрунтовали подошел и к ней пока сделали массу в час мы в дом а сейчас где начало пятого то есть около трех часов вот мы делали эту стенку вот и я уже попробовал что уже можно было снять пленочку вот такая у нас получилось уже после пленки но вот здесь какой будет показатель но вот взяли к нему подошли вот еще раз да прогулялись если вы уже чувствуете что материал там уже не моделируется не формируется под шпателем значит все стенка уже достаточно забрала влаги и вот например здесь да вот здесь уже я могу снимать смело уже не формируется здесь видно толстый слой был он еще еще достаточно главное чтобы понимали принцип вот взяли и можете снять на следующий день никто вам не запрещает чтобы вы так сказать наверняка уже был у вас он готов нам просто нужно чтобы завтра она уже была высохла пленка должна была быть там сколько нам часа три она была под пленочкой и поверхность забрала у нас влагу и мы пленку очень рада же мы сняли сегодня уже она успела высохнуть и так сейчас мы такая да такая слишком может быть колюченькая сейчас я вам покажу чуть наверх вот здесь она еще поярче видно насколько фактура серьезная видно этот свет может ну вот здесь точно будет видно и и что мы теперь сделаем вот так она сейчас на ощупь достаточно колюченькая мы ее взяли шпателечек сняли заусенцы почему например именно шпателем по той причине что если возьмем наждачку ну мы можем повредить рисунок да где-то перетереть вот а шпателем все лишнее не снимаем только то что заставляет такой дискомфорт когда мы ее тактируем второй момент чем хороша именно эта кристалловская ну или другая может быть у вас будет под рукой акриловая поклевка готова в ведрах она не модельная масса который там достаточно крепкий чуть ли железобетонная у нее будет очень тяжело что еще потом мы ее загрунтуем загрунтуем и планируем вскрыть еще таким перламутровым лазурькой и потом это чем-то будет у нас будет лучше и будет достигаться такой эффект хорошо очень иная кожа она глазковая получится здесь у нас мы надеемся последний но может опять переиграем на сегодня это последний слой лазурь перламутровая лазурь лучи лучи краска лучи серебряная такая серебряная перламутровая универсальный краситель тоже наш волшебный хвост вот здесь насколько мы считали 10 квадратов под кожу мы взяли там два литра сделали оттаска лазури из них там литр ты делал один к одному да Костик вот Костик поставил литр у нас был волшебная воска и литр перламутровой краски лучше значит идея какая здесь будут обои здесь на этой стенке будет такое панно такая машина ретро ну я надеюсь что когда она высохнет наша подложка все-таки отыграет свое то есть лазурь нас не станет так сказать основным нашим цветом но если даже и не получится то что мы планировали ничего страшного мы еще раз делаем лазурьку и скроем тем цветом который нам нравится люби друзья поупражнялись мы так сказать с кожей положили лазурьку авторскую да тут хотел уточнить Костик меня поправил что здесь не один к одному с волшебным воском а один к двум то есть 2 части волшебного воска и одна часть луч получается что перламутра здесь 2 части и что здесь вот мы его нанесли оно чуть ну как оно еще не до конца высохло можно так но еще конечно берется к рукам ну суть ну вроде как немного прихватилось прихватилось и тогда мы можем вот как мы называем полировка это все таки шелкография второй момент что на ощупь тоже она будет интересней когда вот мы ее полирнем можно так назвать тоже шпатель сухой вернее шпатель чистый влажная и такими круговыми движениями все и она уже огонь сейчас вам покажу что здесь получилось поближе давайте рассмотреть а там попало немножко я им говорю что ловкость руки не по мошенничеству вот вам кожа сейчас я попробую здесь ближе вам может здесь будет лучше свет сейчас вам поставлю так вот рассмотрите ее во всей красе а я сейчас тут чуть полирну полирну она еще свеженькая вот я ее сейчас тут оберну так что так что для ребята ой вот такая красота вот вот ловкость рук и никакого мошенничества вот вот